В Екатеринбурге в 9 часов вечера в 9 этажке на Ночдиво Ануфриева 38, что в юго-западном спальнике, приключился большой переполох из цикла «много шума из ничего». Дошло ведь даже до эвакуации людей на свежий воздух, а в итоге – пшик. Начался кипиш с того, что житель восьмого этажа этого дома, некий 62-летний гражданин, позвонил в 4-й ленинский оп и накляузничал на своего соседа по лестничной клетке 51-летнего Руслана. Мол, где тот, нажрался пьяный, бегает по подъезду с оружием и угрожает взорвать дом. Понятное дело, на место потенциального взрыва сразу же выехали и пожарные, и полиция, и Росгвардия, и газовики, и стали ломиться в железную дверь искомого Руслана. Руслан дверь не открывал. Это настораживало, типа, затаился. Видимо, неспроста. Но, опять же, с другой стороны, он никаких взрывоопасных действий не совершал, никому не угрожал и вообще, вероятно, заснул, ибо был в кашу. Тогда полицейские решили заглянуть в гости к его 62-летнему соседу, ну, тому самому, который Руслана застучал. И прикиньте, этот сосед при очном общении с силовиками включил заднюю и переобулся, не касаясь земли. Вы, дескать, простите, я немножечко сгустил краски. Но, чтобы не быть голословным, процитирую по этому поводу начальника пресс-службы ГУ МВД полковника Валерия Горелых. Итак, сейчас утверждает сыщикам, что он приукрасил поведение скандалиста, мешавшего отдыхать людям. Оружие в руках сегодня он якобы не видел. Это было порядка 25 лет назад. Также сосед не подтвердил и слова хулигана о том, что он пытался устроить апокалипсис. Конец цитаты. То есть, получается, ничего не было, не было ничего. Вероятно, Руслан с пьяну и пошумел, но это было в 9 вечера, а до 11 шуметь можно. И дабы он шибко не барагозил, сосед решил его угомонить с помощью обмана полицейских. Получился ложный вызов. В итоге дверь Руслана силовики решили не вскрывать, ибо никакой опасности от него не исходило, да и исходить не могло, ибо сосед все выдумал. Но на всякий случай за жилищем Руслана установили наблюдение до завершения разбирательства, которое доверили местному участковому. Ну а газовики зачем-то перекрыли газ по всему стояку. Хотя видно, что Руслан, видимо, является должником, и газовая труба, ведущая в его квартиру, давно разорвана и заткнута пробкой. Странная ситуация. Руслан не угрожал взрывом. Более того, у него и не было технической возможности взорвать газ в квартире, и тем не менее, газ в подъезде перекрыли. Ну а завершилось все хэппи-энд-дорфином. Жители запустили обратно в квартиры, ну а разобраться со взрывоопасной ситуацией решили с утра. Поддержи новости Шеремета 9,5. Оформи спонсорство и купи мерч, переведя посылки во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми посылки с желтой кружкой. Жми посылки с желтой кружкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова